Новый отечественный препарат для лечения рассеянного склероза готовят к регистрации в Минздраве России. Новосибирцы принимали участие в клинических исследованиях. О лечении и диагностике в течение недели рассказывают неврологам на обучающем цикле. Врачи слушают лекции и ведут прием вместе со специалистами Центра рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной системы. Очаг в шейном отделе и огромный очаг в шейном отделе. В лекции примеры из практики. Их за несколько десятилетий работы у Надежды Малковой, создателя, а теперь куратора Центра рассеянного склероза, накопилось немало. Обучающий цикл аутоиммунные заболевания нервной системы проходит дважды в год. Занимаются практикующие неврологи, поликлиник и стационаров. О болезнях знают многое, но к ведущим экспертам региона есть вопросы и по тактике ведения, и по диагностике. Когда какие-то детали имеют значение, оно вроде не сильно специфично, но вот характерно. Начал пациента смотреть, какую-то деталь увидел и дальше в голове стрельнул и начал дальше разматывать. А вот так, а вот это. Начал копать историю заболевания на пять, на десять лет назад. Потихоньку картина складывается. После лекций – знакомство с картотекой МРТ и совместные осмотры пациентов. Такая учеба не только повышает образовательный уровень, но также помогает наладить коммуникацию специализированного центра с первичным звеном. Мы принимаем ключевые решения по первичному диагнозу, когда он еще под подозрением, пациент попадает в центр и после некоторых обследований, а иногда он приходит уже со всеми этими обследованиями. Как раз невролог, который посетил цикл, он знает, как провести максимально в короткие сроки обследования. Препараты для лечения рассеянного склероза доступны, пациентов обеспечивают своевременно. Скоро в арсенале врачей появится новое лекарство. Отечественный препарат для лечения рассеянного склероза готовят к регистрации в Минздраве России. Новосибирцы принимали участие в клинических исследованиях. Во многих научных программах продолжают участвовать и сегодня. А вот систему реабилитации в регионе медики называют пока слабым местом. Пример приводят Тюмень. Там один из крупнейших центров. Кроме привычной системы восстановления, коллеги прибегают и к нестандартным методам. Много придумывают интересного, имея определенные возможности. Вот они, допустим, кстати, надо и у нас тоже это попробовать. Они, допустим, вот очень сложный препарат лимтрада, который дает очень такие неприятные инфузионные реакции, они капают под музыку. У них там есть такая вот музыкант-психолог. В Новосибирской области больше трех тысяч пациентов с рассеянным склерозом. Еще у 650 миостыния. Остальные диагнозы редкие. Так, с синдромом Сусака в регионе всего четыре человека. Об особенностях реабилитации и влиянии ковида на рост аутоиммунных заболеваний нервной системы расскажем в воскресенье, 17 апреля в 13.00 в программе про здоровье. Наталья Цупина, Сергей Жданов. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова